Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле это, можно сказать, единый метод Единым образом можно излагать оба эти метода И объявить вообще их таким словом, которое получило распространение в теории сильной взаимодействии и в КХД было перенесено Портонное приближение Портонное приближение Что это такое? Вот давайте рассмотрим какой это процесс Такой процесс Вот у нас такой вот жесткий процесс Вот у нас есть некий жесткий процесс Я говорил, все приближения имеют под собой единую основу Это разделение существенных пространственно-временных областей Есть, можно выделить в процессе жесткую часть Которая происходит на малых расстояниях И некую такую мягкую часть Которая происходит на больших расстояниях Но мягкость, большие расстояния могут быть обеспечены разными способами Вот один способ Это вот частота фотона большая Пу, маленькая частота фотона Значит, длина волны большая Значит, существенные расстояния для излучения большие Вот этому мягко фотону приближение А есть, это за счет мягкости фотона А есть еще другой способ обеспечения существенности больших расстояний Это колениамность Так вот, это вот оба приближения Эквиваленты фотонов и мазериальных электронов Это их можно еще назвать колениамными приближениями Ну, я буду здесь делить фотоны, электроны Вот у меня какие-то частицы Это, в общем-то, такой общий подход И вот, если эти частицы, как вот эти частицы ультруэктивистские Все ультруэктивистские для простоты И что там? Вот если у нас в начальном Есть какое-то начальное состояние Вот это уни, есть какое-то конечное состояние И вот в начальном состоянии Вот частица может излучать Или фотон может распадаться на электрон-поэктивную пару Главное, что если эти частицы ультруэктивистские, да? И если распад это происходит так, что эти частицы почти колениарны Почти колениарны То время жизни вот этого промежуточного состояния Большое Ну, если мы возьмем, скажем, возьмем вообще массовым пренебрежом, да? То тогда В пренебрежении массами Это и углом Если угол Воскриняем этих импульсов Ноль То тогда вообще это время бесконечное, да? Если частица с массой ноль распадается на две частицы, опять же с нулевыми массами И летящие в том же направлении То энергия сохраняется, правильно? Сохранение импульса гарантирует сохранение энергии Значит, только е равно нулю Значит, можно существовать сколько угодно долго в таком состоянии, да? Другое дело, что фаза объем Ноль такого процесса Ну ладно Так вот, значит Большие состояния могут... Существенные большие состояния могут обеспечиться за счет колениальности Ну, и здесь точно так же Если здесь частица какая-то проспалась на две В том же направлении То время жизни этого, кроме того, что состояние, опять же, большое, бесконечное Ну, и в общем случае В общем случае В общем случае Напишем Что нам надо вычесть? Нам нужно вычесть Матричную реальную матрицу С Ф С С С С А что такое С С Как вы помните, это есть У С Это есть У С С С С С С С С Скажем С 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 Правильно? Это есть предел U-матрицы. Так вот, мы напишем так, что, значит, это есть... Так мы напишем. Напишем здесь конечное состояние F, а здесь напишем A. Ну ладно, напишем так. А здесь напишем U под бесконечность D1. А здесь U под D1 к D0. D0 это величина, которая характеризует время жесткого процесса. Характерное время жесткого процесса. Даже 0 и больше, чем характерное время жесткого процесса. Да. А здесь напишем U от D0. Минус D0. А здесь напишем U от D0. Бесконечность. Нет? А здесь напишем U от D0. А здесь я провожу полный набор F' А здесь тоже полный набор F'. У нас F'. И скажу, что вот если у меня здесь есть в этом полном наборе, скажем, вот эти вот... Вот это у меня I, а вот это вот, значит, I''. То есть... Состояние I'', что у меня? Чем оно отличается от этого состояния I? Тем, что одна из частиц, ну, может быть, в принципе, могло быть и две частиц, но мы будем рассматривать только в случае, как она будет. Когда одна из частиц распалась вот на две частицы, летящие почти... летящие практически в одном направлении, да? На две почти коллинеавные частицы. Тогда, значит, что мы можем сказать? И точно так же в конечном состоянии. Тогда для вот этого матричного элемента, для этого матричного элемента, I'', характерные времена... Характерные времена очень большие характерные времена. Которые много больше, чем T0. Поэтому мы здесь можем T0 вообще заменить на 0. Ну, может, фу, это 0 по сравнению с характерными временами. Поэтому мы это можем примерно так же написать, что это вот... Какой матричный элемент? Это есть глобовое. Какой матричный элемент? F. Здесь у нас U под бесконечностью 0, а здесь F'', да? А здесь, если мы возьмём время T0, всё-таки, оно много больше, чем характерное время для жёсткого процесса. Это жёсткий процесс A, который учитывается при. Вот этот процесс жёсткий, да? Вот этот процесс. Вот этот процесс жёсткий. И если это время много больше, чем характерное время для жёсткого процесса, но много меньше, чем характерное время для мягкого, то тогда мы можем эти заменить на 0, а здесь заменить на 0, а здесь на бесконечность. И тогда мы получим, значит, следующее выражение. Здесь S, F'', 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 F''. А здесь... Вот получим эту самую фрукторизацию, о которой я говорил. Конечно, это всё как... Ну... Никакой строгости в этих рассуждениях, понятно, нет. Но качественно они показывают... Вот... Причину этой фрукторизации... Вот, можно сказать, в минусе столичности. Причину фрукторизации, которая состоит в том, что... Разные видны... Существенно разные временные интервалы. Существенно разные временные интервалы для разных процессов. Вот так. Ну, а теперь... Это, так сказать, для случаев, когда и здесь происходит распад, и здесь происходит распад. Ну, давайте сейчас перейдём всё-таки к более конкретному случаю, когда здесь вот распад такой, что у нас частицы... Здесь частицы некая А, а распадается на частицы В и С, да? На В и С, тогда... А здесь... А здесь нет никакого распада пока, да? То тогда, что мы можем написать? Тут С... Ну, я так напишу... С... С... А... Ну, я не буду писать... Ладно... Не буду писать... Нумеровать эту частицу. Я буду... Я буду... Я вообще конечное состояние не буду здесь указывать. А только укажу начальную частицу, которая распадается. Так... С... А... Это будет равно... Значит... Такой... Так... Такая... 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 Такой... 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 Ладно... Мы видим... Что она... Факторизуется... На материчный элемент... Инициированной частицей В... И на... Материчный элемент... У... Материцы... Я могу... Состояниями... А и ВС... С... В... А здесь стоит... ВС... На... В... У... От нормы... Бесконечность... На... А... Сумма по В. Вот такая есть мактаризация. Теперь, что такое этот матричный элемент? Мы вообще-то привыкли работать с матрицами с матрицей, с матрицей или с матрицей. А как мы можем его выразить через матричный элемент С матрицы? Ну, очень просто. Во всяком случае, если мы работаем в Мордовском приближении, то тут и делать нечего. Да, вообще-то, и не только в Мордовском приближении. Это очень просто. Почему? Потому что чем отличается? Помните, у нас С матрица содержала 2G, ну, дельтофункцию энергетическую, да? 2G дельтофункция, ну, она вообще четырехмерная дельтофункция, я сматричная элемента содержит. Ну, есть там такая энергетическая часть. Эпсилон минус Эпсилон штриха. Такая энергетическая часть. Откуда она взялась, эта энергетическая часть? Энергетическая часть для этой функции? Она взялась от интегрированной естественного времени, да? Она взялась от интегрированной ДТ, от И бесколечной до бесколечной. Е в степени И, лучше я так напишу, там Эпсилон, как это? Эпсилон, ну, хорошо, Эпсилон минус Эпсилон штрих. Тогда это И, Эпсилон минус Эпсилон минус Эпсилон штрих на Т. Эпсилон – это энергия начальника со стороны Эпсилон штрих конечностей. Вот откуда она взялась. Это есть как раз 2G дельтофункция Эпсилона с Эпсилон штрих. А что будет в В матрице вместо этого? Почему В матрица отличается от С матрицы? Только тем, что С матрица Эпсилон на плюс бесконечности, от Ню до плюс бесконечности. А у матрицы, вот эту вот, у матрицы, от Ню до бесконечности. А у нас Эпсилон интеграл, вот такой интеграл. От нуля, да? И знаете, к чему будет равен этот интеграл? Вот этот интеграл. Он будет равен 1 делить на минус И, Эпсилон минус Эпсилон штрих. Правильно? Да? В матрице правильно? Ну точно. Потому что предстояло, как его берем интеграл, это как берем интеграл, это у Us. Единственная, минусы Эпсилон минусы Эпсилон штрих. И здесь тексты видите минусы. СтоятельноЭпсилон минусы Эпсилон штрих на t. И берем в пределах от нуля твой добро сказший количественный. Непонятно, что нализы до скорости мы его отбрасываем, как обычно, подразумевая какую-то регулировизацию А, но не он даст объявление, если по-черкспоненту. Вот, значит, для того, чтобы ввести от С матрицы к В, ну, значит, два дни, так это, ε минус ε, c, 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 c. Вот такую должны сделать замену. Аналогично же в том случае, когда у нас в конечном состоянии, когда у нас вот такой вот матрик с 1 мы должны вычислять, вот такой вот матрик с 1, но здесь только знаками не могут отличаться, потому что интеграл должен праться от нуля до плюс бесконечности. Ну, в общем, это знаковик нам совершенно не важен. Так, теперь, что касается матричных элементов, значит, мне нужно брать матричные элементы, и вот когда, значит, как вы помните, значит, так, этот матричный элемент, вот этот матричный элемент, матричный элемент с матрицы, как вы помните, вы писали как, как вы написали матричный элемент с матрицы? Сейчас, там, FI мы написали, ну, есть там часть диагональная, FI, которая нам не нужна, поэтому мы писали так, что I, это есть I на FI, да? Теперь, на 24-й, на 24-й метафункцию от энергии, да, от 4-х метафункции, да? Теперь, что у нас получается? В этой, значит, теперь, вот наш матричный элемент, теперь наш матричный элемент, я напишу вот этот матричный элемент, вот этот матричный элемент, ну ладно, я напишу V, C, вот тут будет M, я так напишу, M, A, V, C, матричный элемент, M, A, V, C, да? Вместо 2B в четвертой дельта функции останется 2B входит эта функция, да? 2B входит эта функция уже трёхмерная дельта функция, а вместо вот этой вот энергетической части 2B входит I, будет I, то есть I, 9, I на I будет минус 1, и 7A, минус I на R, что x-3 минус T, x-3, т.е. дельта епсилон, где дельта епсилон, дельта епсилон равно епсилон В плюс епсилон С минус епсилон А, да? Вот что получилось. Теперь подставлю сюда, и здесь у меня стоит сумма по промежуточным состояниям, естественно, я же говорил, что прокладываю так полным набором, здесь сумма стоит по промежуточным состояниям, а сумма – это, значит, сумма по стендовому состоянию, которым я буду опускать, и интеграл по индексам. А интеграл по индексам надо брать с весом, который, ну вот, нахрен, принято дать нормирование. Делить на 2П в кубе и делить на 2Эпсилон, 2П в кубе сокращается, интеграл снимается от этой функции, и здесь получается, значит, Делить на металекцион. Где металекцион? А. Нет еще. Не только металекцион, а еще и металекцион называем металекцион B. Здесь у нас B. Мы проводим интегрирование. Вот теперь уже все выражено через матричные элементы S матрицы. Значит матричный элемент для S матрицы для процесса, инфицированной частицей A, он будет равен матричному элементу для процесса, инфицированной частицей B, и вот для матричного элемента перехода A в BC. Все. Вот такая вот замечательная формула. Ну и точно так же мы могли бы написать для случаев, когда у нас есть распад конечного состояния. Аналогичный элемент, который мы могли бы написать. И вот я написать. Саня может здесь сделать. Все. Но. А куда эта функция делать? А? А проинтегрировалась. У нас же интеграл по имперсам промежуточный, да? Вот мы ее проинтегрировали. А если это жесткая часть, да? СВ это жесткая часть. СВ это жесткая часть, это мягкая часть. Вот. Вот так. Теперь. Нас интересует вообще-то обычно сечение. Вот давайте для сечения тогда напишем. Для сечения напишем выражение. Что это? Как оно будет выглядеть? Оно будет выглядеть так. Так. Д-сигма. Сечение процесса. Инициировано частицей А. Оно будет выглядеть так. Как я ее напишу? Д-с. А. В. Да? И здесь напишу. И здесь напишу. Инициировано частицей А. Оно равно здесь. Вот это. Это я обзову. Число портонов типа В в частице А. И сечение процесса энициировано портоном В. Это уже сечение жесткого процесса. Это сечение жесткого процесса. Это вот портонное распределение. Так вот обозвало. Правда, мне бы хотелось, надо бы еще, конечно, определиться с импульсами. Как-то импульсы связаны. И вообще определить. Ну, сечение я понимаю, что такое, да? А вот что такое число портонов? Как оно выражается? Ну, вот оно выражается через вот это вот М, очевидно, да? И как его можно написать? Можно написать ее вот в таком виде. Д-М. Д-М. А. В. Это есть сумма по С. Да? Сумма по С. А здесь? М. М. А. В. В.ается «помолбный квадрат». Естественно. Да. И здесь я ещё напишу вот что. Сумма. Я ещё так пишу. Лизится на 2 εа. А здесь я напишу вот что. Д куб ПЦ делить на 2 εц. Д куб ПВ делить на 2 εц. На 2 εb. А здесь напишу, чтобы это разделить. Умножу напишу на 2 εц. Дельта функция, трёхнердная функция. От ПА минус ПВ минус ПЦ. Вот такое уражение. Да? Ну, на самом деле, что я хочу сказать. Вот здесь стоит 2 εа. Откуда оно взялось на 2 εа? Откуда оно взялось? Оно взялось потому, что вот это сечение содержало... Это сечение содержало 2 εа. Правильно? Оно содержало... Ну, как пишется это сечение? В определение сечения входит там потоковый фактор. А потоковый фактор это произведение... Произведение... Удвоенное произведение энергии на их... На... Относительную скорость. Ну, относительную скорость мы всегда считаем, что это частицы ультерактивистские и... Поэтому мы её не учитываем. Не унизываем. А вот здесь 2 ε, я говорю, что... Оно было в этом сечении. Но его нет в этом сечении. Поэтому мы это 2 ε включили сюда. Теперь, что касается... Вот этот квадрат большинственного элемента. Вот он вошёл сюда. Это у нас... Мы должны, конечно, интегрировать по... У нас... Вот, довольно-таки эта частица родилась. Это её соответствующий фазовый объём. Вот только некоторые сомнения может быть. А вот это вот что такое? Ну, на самом деле, мы могли бы... Что это такое? Я попробую объяснить. Вот это вот... Казалось бы, вот эта форма. Вот она. Здесь 2 εb, да? Мы должны её взять в квадраты. А здесь у нас нет этого квадрата, да? А мы 2 ε отправили в это сечение. В это сечение. Одно 2 ε. А дефта-функции. Вот она занимается вот этим интегрированием ППП. Так что вот это вот всё. Такое законченное выражение, законченное, замкнутое выражение для ДВН. Не напомните, а почему сумма не делает? А сумма идёт по поляризациям вот этой частицы С. По поляризациям этой частицы С. Да. Да. А? Ну и B тоже. И B. Да. И B тоже. И B тоже. И B тоже. И B тоже. Вообще говоря, здесь есть некая тонкость. Да? Вообще говоря, частицы... Вот эти вот... частицы... Промежуточная частица B, она поляризована. Да? Даже, нежели вот частица не поляризована. Частица B может быть поляризована, да? Но мы всё время будем работать со всеми сечениями, усреднёнными по поляризациям и просуммированными по поляризациям, и не будем на это обращать внимание. Хотя, ну, может написать матрицу плотности, популяризованную матрицу плотности для частицы B. Но, повторяю, поскольку мы не будем смерить за поляризациями, мы этого делать не будем, и, значит, здесь будем суммировать по поляризации, а это сечение будем считать усреднённым по поляризациям частицы B. Среднённым по поляризациям частицы B. Вот. Вот такая формула. Теперь, желательно бы расставить еще и импульсы. Обозначение для импульсов. Обозначение для импульсов, которое используется, это следующее. ДН, В, А, ОС, ИКС и пункты к индигуляции. Вот такие. Как я уже говорил, у нас разделение на лягкую стадию и жесткую стадию возможно тогда, когда эти импульсы почти коррегиарны. Поэтому удобно выбрать, так говорить, вот частицы ПВ, это импульсы частицы, эти величины характеризуют частицы, импульсы частицы Д. То есть ПВ, мы говорим, ПВ, это равно Х на ПА плюс пункты к индигуляции. Это пункты к индигуляции импульса ПА. То есть Х это доля продольного импульса родительской частицы, которая уносится в дочерние частицы. А Х это перпендикулярный импульс. И вот. Так. ИДСИГМА. Значит, здесь написано ДСИГМА. Это сечение инициированной частицы А с импульсом П. А это Х. ИКС и пункты к индигуляции. А это сечение инициированной частицы Б с импульсом ХП. Здесь мы уже принимали перпендикулярные составляющие. Хотя вот эта частица, вот эта импульс, эта частица, это есть кондинерная импульс. Это не ХП плюс пункты к индигуляции. В жёстком процессе мы принимали перпендикулярные составляющие, считая его малыми вещами. А характерные временные масштабы, пространство и временные масштабы для этого процесса, это жёсткий процесс. Жёсткий процесс. С малыми пространства и временные масштабами. Это значит, что с большими виртуальностями, с характерными виртуальностями большими. И мы можем пренебречь в этом случае от перпендикулярного импульса. Куперпендикулярная. Куперпендикулярная это величина, которая мала по сравнению с жёсткостью этого процесса. Характерная передача импульсов здесь. Много больше, чем у перпендикулярных. Вот тогда происходит такая, имеет место такая фракторизация. Вот такая фракторизация. И это, это вот простейшая бортонная формула. Которая, которую мы будем порцировать сами. И вот она, конечно, произошла из электрогенальной. Вот так. И она годится, эта формула и для случая, когда у нас приближение полиолетных фотонов, и для случая, когда у нас есть приближение полиолетных электронов. Только частицы А и В и С разные. Ну что ж, давайте, все эти случаи описываются единой формулой. Единой формулой. И в случае, когда у нас происходит распад в конечном состоянии, тоже так же имеет вид. То есть, он имеет вид, какой он имеет вид? Досигма. Сечение, рождение, частицы какой-то. Если мы следим за частицей какой-то, здесь уже другая картинка. Здесь, конечно, начальные частицы какие-то. Неважно, какие. А вот здесь у нас мы следим за вот этой вот частицей какой-то. Обзовем ее, опять же, как ее обзовем? А, да? А здесь Б, а здесь С, да? Так вот, сечение, досигма, сечение рождения частицы А, да? Внукет равно сечение рождения частицы В, да? И с вероятностью ДФН найти в В, найти в ВА. Ну, и лучше напишу так. Рождение частицы А, рождение частицы В, да? Число бактонов частиц типа А в бактоне В. Это вот бактонное сечение. О, ну да, а это бактонное распределение. Вот. Так. Совершенно аналогичный вид сечение. Ну, повторяю, наверное, теперь найти вот это бактонное распределение надо найти. Найти надо. Какие у нас имеются в квантоветеринамике бактонное распределение? Это ДФНЕГАФА, да? Число бактонов электронных. Число бактонов в позитронных. Конечно, то же самое, правильно? Не надо его искать, да? Ещё есть число электронов в электроне, да? 1х, купер-дерегулярное, да? Число электронов в электроне, да? Есть такое? Но это не есть. Ясно, как эта величина выражается через эту величину. Правильно? В Бордовскую приближенность, во всяком случае. Ясно, как выражается. Потому что всё это, ведь это, и это, и это, даёмся одной и той же диаграмме. Диаграмма – это одна и та же. Эта диаграмма – вот электрон распадается на электрон и фотон. Правильно? Только в одном случае у нас во взаимодействии вступает электрон, фотон, вот здесь. Мы интересуемся числом фотонов. А здесь, в этом случае во взаимодействии вступает электрон. Мы интересуемся числом электронов. Ну, понятно, что это одно и то же, только разное обозначение, да? Нежели это, доля этого импульса Х, доля продольного импульса этой частицы Х, то доля продольного импульса этой частицы, какая? 1 и то же, что 1 и то же, подпродольный импульс суммарно 1, да? Значит, это если начинать ДС гамман Е от 1-х и минус кутель пенникулярного. Еще раз говорю, что если это Х и кутель пенникулярного, то это не единица минус х и минус кутель пенникулярного. Суммарный продольный поделечный импульс равен 0, а доля суммарно продольного импульса равна 0, а доля суммарно продольного импульса равна 1. Вот поэтому, значит, это не надо нам искать. Если это личина известна. А что надо искать? Еще какие есть фотонные распределения? Это вот есть методы электронных фотонов. Это есть методы лазереальных электронов, да? Но методы лазереальных электронов еще есть ДН, что? ДН, ну и, конечно, электронов в фотоне, да? Это что мы должны посмотреть? Вот такую диаграмму. Берем этот Х, если это электрон Х и кутель пенникулярного. Тогда это и ниц и минус Х, и кутель пенникулярного, конечно, минус кутель пенникулярного. Держи. Электрон смотрим. Это электрон, это позитрон. Ясно, что число электронов должно быть равно числу позитронов. То есть, эта личина должна быть инвариантна. И меняться при заменении Х на Эпице или МСХ, это мы увидим. Вот это личину нам надо найти. Да? И все. Ну а дальше я говорю. Есть, конечно, есть четон. Число позитронов в гамма, но оно просто равно числу электронов. Да? Но, надо сказать, что вот это вот, эту величину, мы тоже можем получить из этой величины, да? Тоже можем получить из этой величины. Почему? Воспользовавшись каким свойством? Кроссингом, да. Кроссингом воспользовавшись. Можно получить эту величину, да. Вот так. Так что единственная по существу величина, которую нам надо найти, это вот эта вот величина. Ну, и как же ее найти? Ну, что тут проще-то, простого? Вот нам надо найти. Все у нас написано. Все у нас написано. Значит, и... Только надо найти матричный элемент. Матричный элемент, матричный элемент. Вот этого процесса, какого? Е в гамма-Е, да? Это есть... Ну, что тут говорить? Это есть путь чертой. Е. Ну, правда. Так, минусы Е. Да, еще умножить на минусы, да? Ну, это реально. Знак-то уж совсем не важно. Ну, ладно. Напишу. Тут чертой. От чего? Вот от п-штрих, которая... Ну, ладно. Напишу п-штрих. Хорошо. П-штрих. А здесь Е со шляпой. А здесь вот п-штрих. При этом я... П-штрих это вот, это есть п-штрих. Это есть п-штрих. Который, значит, это есть единица минус х на п, и купина регулярная. А это и путь фотона, да? Фотон при этом у нас на массовой поверхности, но закон сохранения энергии не выполняется. Закон сохранения импульса выполняется. Закон сохранения энергии не выполняется, да? И тогда, когда вот... Нам нужно просуммировать популяризацию фотона и этого электрона и усреднить популяризацию этого электрона, да? Чтобы делать неполяризованных частиц. Но! Вот стоит обратить внимание на то, что когда мы проводим суммируем популяризацию фотона, то нельзя пользоваться методом Фейнковского правила суммирования. Да? Нельзя пользоваться. Почему теориально суммирование нельзя пользоваться? Почему? Потому что этот матричный элемент не калибровочный, а не калибровочный, а не калибровочный. Для того чтобы использовать только физические поляризации. Только физические поляризации. А почему обычно у нас такой матричный элемент не калибровочный. Потому что он... Фотон у нас мы обычно рассматривали виртуальный, да? И выполнялся закон сохранения энергии. А здесь у нас реальный фотон. Закон сохранения энергии не выполняется. Здесь у нас не матричный элемент ас-батрицы, а матричный элемент кубатрицы. Вот. Так. Это надо учитывать. Тогда. Значит. Ну давайте напишем, чему это будет равно. Вот это. ДН. ДН. Гамма. Е. То есть. Гамма. Е. Это есть. Это есть. Ну так. Значит. У нас частица С. Частица С. Вот она. По частице С проводим интегрируем. На эту функцию снимаем. Интегрируем. Получаем. Ягница делить на 2 Эпсилон А. На 2 Эпсилон Б. На 2 Эпсилон С. Ну а что это такое? Это на... Так. Ягница делить на 8. Ф в кубе. Разница... Здесь различия между энергиями и дуцентрических элементов. Ф в кубе. Частица в кубе. Энергия равна импульсу. Ну и еще здесь стоит х на единице минус х. Да? Х на единице минус х. От одной частицы х от другой единицы минус х. И еще стоит... Вот. Это я учел. Этот множитель. Этот множитель. Этот множитель. Этот множитель. Теперь. На единице давайте начн gli в кубе. Я напишу... Аảня делить на 2 Эпа в квадрате. И клубь да? Почему апа на 2 Эп квадрате была почему? dim quadrad комбакаissance х. 7η на двадцать миллиардом х, а это один gap. Здесь здесь 2 π3. Вот. Ападем back Stream. И дальше еще. Одна вторая. Одна вторая за счет усреднения по конденсациям начального электрона, по конденсациям корректурного электрона. И фотоны проводятся сумерами, поэтому здесь стоит, значит, шпур или троис, если вы хотите. Здесь стоит П со шляпой плюс М, а здесь стоит гамма ИТА, а здесь стоит П' со шляпой плюс М, а здесь стоит гамма ЖИТА. ИТА умножается на ДТИТА и ЖИТА минус НТН ЖИТА, НТН ЖИТА, НТН ЖИТА. Ну, может быть, это буквально нехорошо? Не знаю. Ладно, напишу. КАИТА, КУИТА, КУИТА, КУЖИТА. КУИТА, КУЖИТА. Лид на КУВЕТА, КУЖИТА, КУЖИТА КУЖИТА, Нzen C peoples EUR. И… А П' конечно, П' равен climbUS X' Nil – PR. Ну вот, надо подставить, да, ага, и все, вот этот пас, вот этот пас я учел, а д куб пб я еще не учел, д куб пб, давайте-ка я его напишу, д куб пб, что это такое будет, как я его напишу, это я напишу, С2 кубер-карликулярное, да, и д куб параллельное, а д куб параллельнее будет dx и на b, одно b сократится, вот такое получается выражение, да, все согласны? Я могу? Ну что тут, вычислить надо, вычислить надо, да, ничего не поделаешь, надо вычислять Там, по-моему, д куб параллельнее написали здесь, а? Д куб параллельнее написали Ты понял? Но там dx и в квадрате есть, правильно? Точно совершенно, о, dx и в квадрате, а куда же без него, dx и в квадрате? Без него, без него никуда же, да, вот видите, хорошо, молодец, Михаил Викторович Пётр Александрович А, Пётр Александрович? Да что, у вас голоса так похуже? Я не смотрел на вас Да, ну ладно, dx, да, конечно, очень важно вычислить dx Да, dx, важно вычислить, почему же равно будет dx То будет оно равно вот чему Давайте вычислить dx Это есть вот что такое Корень квадратный из единицы минус x в квадрате на p в квадрате плюс l в квадрате плюс x в квадрате плюс x в квадрате на p в квадрате а Это кредитикулярная часть плюс x в квадрате 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 плюс x в Варенька, масса варень, терпенька, 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 не успалась. Разлагаем и получаем. Что же мы получаем? Это мы поклём, чтобы не награбождать доску. И мы получаем следующее. Я сразу приведу к общему вспоминающему, который будет x, 2x на 1x-x и на p, здесь плюс, а здесь минус, это вот не антропия. А какие другие? Это корень, корень, корень. Тут остаток какой-то. Нет, просто написано единица или линь. Не понял? Ну вот на доске написано единица или линь на корень. Нет? Нет, нет. А остаток? Над кореньем термом, видите? А, нет, нет. Что вы что? Я говорю, вот ΔЕ, вот он у нас ΔЕ, понимаете? Ага. Это вот энергия одной конечной частицы, второй конечной, минус начальной. Вот одна конечная энергия, это энергия количества электрона, да? Да. А это энергия количества фотлона, да? Да. А это энергия начатка электрона. Вот между ними разница. Я говорю, ну когда извлекаем корень этот резец знаменатель, я, значит, все это написал. И здесь получится на экстренду квадрата, плюс культостандикулярное в квадрате, в нем нет х, да? А плюс культостандикулярное в квадрате на единица минус х, в нем нет единицы, а здесь минус m квадрат на х на единица минус х, правильно? Вот что такое, вот это выражение, да? Что я хотел сказать в лучшем знаменателе. И что же мы видим, культастандикулярное в квадрате остается, а m квадрат х м квадрат сокращается, а остается m квадрат х квадрат. То есть остаётся здесь вот такое выражение. Культастандикулярная в квадрате плюс m квадрат х квадрат. Вот, доходит Дельта Е. Вот оно было. Ну, видно, что когда частицы не подкрескали, то это вот единственная энергия, единственная энергия. Это вот балл из Дельта Е и обеспечивает нам применимость этого пактонного приближения. Так что теперь, П в квадрате сократится, значит, еще, что еще сократится? Ну, давайте Дельта Е в квадрате, давайте подставку. Вот эти четверки сократятся, да? Четверка сократится. В числитель полезет х на единице минус х. П в квадрате сократится. А. Х на единице минус х полезет в числитель так? Так что ли? Так что ли? Похоже так? Х на единице минус х. Ну, 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 ну. А здесь стоит. Вот здесь стоит. Косекс регулянта в квадрате. Плюс х квадрат. И х квадрат. И все в квадрате. Да? Вроде так. Вроде так. Вроде так. Да. Да. Ну, теперь надо нам взять вот этот шпур только от скалы взять. Но неприятное дело. Да? Что же делать-то? А что делать-то? Ну, что делать-то? Не знаю, что делать-то. Надо брать. Да? Правда. Правда говоря, я даже не помню, есть ли какой-то простой метод вычисления этого шпура. Ну, давайте. Ладно. Шпура вычислим. Это, конечно, четверка. Давайте я здесь напишу 2, а здесь шпур делит на 4. И этот шпур делит на 4. Вот так я напишу шпур делить на 4. Чему будет равен. Это есть П. Значит. Чему он равен? Он равен. Вот этот шпур. Я его напишу. Это есть... Детл и жжи. Детл и жжи. Минус детл и жжи. Минус детл и жжи. А. Умножить на n квадрат. Минус. П. 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 П шприх. Ш трехмерная. Все. П., так? Лунус перед М квадрат. М квадрат с минусом. Я пишу дельта и ж. Дельта и ж. Но если бы я поставил здесь миномиум, то было g миню на m квадрат минус bb', правильно? А g миню это есть минус дельта и ж. Ну у него пространственная часть с минусом входит, да? Поэтому это правильно. Плюс pi, ps'g. Ну тогда я могу здесь, конечно, поскольку это синитрично, по ей и ж, здесь написать плюс два pi, ps'g. И вот, значит, и здесь, так и писать, вернуть это вот за этой же, когда я сворачиваю эту величину, то я получаю 2. 2. Здесь единицу минус единицу. 2 со знаком минус. 2 умножить на p'p'p' минус m квадрат. И плюс 2p'p' минус 2p' куб. И плюс 2p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p' Двух методов с ней произойдет, да? Эпэ штрих Здесь четырехмерное скалярное произведение, да? А здесь вот трехмерное скалярное произведение, да? Но здесь четырехмерное, значит, конечно, является он штрих Минус пэп штрих, который сократится с этим пэп штрихом Вот так получается Ну, уже не так страшно, хотя все равно неприятно Кому корень надо разлагать все это? Ничего хорошего нету Ну, давайте, тем не менее, проделаем честно Честно проделаем Так, что же мы получим? Что же мы получим? Значит, значит, вот это будет п в квадрате П в квадрате Делить на два на единицу минус х на квадрате Правильно? 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 Это мне не нравится Ну, ладно, что же делать? Ладно, хорошо И что еще? Ну и все Хватим уроки Хватим уроки Ладно, хотя, что значит схватим? Нет, это дал что сокращение Правильно Правильно А здесь что? Х В квадрате Да? Теперь правильно Минус два м в квадрате Минус два м в квадрате Да? И минус два Минус два Вот здесь вот П на х П на х П на х Что это такое? Это минус два х на П в квадрате Вот здесь вот х на П в квадрате Правильно? А здесь стоит П штрих на У Это здесь П штрих Вот нам нужно П на эту умножить Да? Умножается На Х На единицу минус х На П в квадрате Да? У на П, да? И минус два минус два минуса И делится На У в квадрате То есть х в квадрате х в квадрате с х в квадрате с п в квадрате плюс его педикулярное в квадрате Да? х в квадрате плюс его педикулярное в квадрате Ну понятно, что так Ладно Вот это выражение Все Ну и все Видишь ты верь? Да А там единица минус х тоже есть в квадрате Это скобочка на видео Здесь? Нет, ни в квадрате Нет, нет ни в квадрате Вот здесь вот, только единицу я неправильно написал, здесь стоит единица единица минус x Тогда понятно Единица минус x Ну тогда ведь, о господи, ну тогда и здесь вот стоит единица минус x Ну давайте напишем Это есть поликвадратный из f в квадрате плюс m в квадрате Поликвадратный единица минус x в квадрате П в квадрате плюс m в квадрате плюс ку-три гавна в квадрате Вот, церковь 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 Это нулевой член разложения Вот этот, а этот Правильно? Этот, когда мы разлагаем вот этот А это оставляем p на единице минус x в квадрате И этот Этот, когда мы это по этому разлагаем Это оставляем Правильно? Вот так вот Ну и что же мы видим? Конечно, вот здесь вот Главный член, вот p в квадрате Сокращается здесь вот Сокращается, да? Как и должен сокращаться Да? Вот Поэтому Ну ладно Здесь мы тогда Напишем так x в квадрате p в квадрате И умножим на Единицу минус q в квадрате Ку-три гавна в квадрате Делить на x в квадрате p в квадрате Ну или Да На самом деле, конечно Это на это надо выбраться Ну, пока так напишем Пока так напишем Ну и перепишем Ладно, умножим Тогда Что получим? Вот Это x Единица минус x p в квадрате Минус q в квадрате Это при умножении на единицу И при умножении на Вот это Только умножение на это Значит Получается Единица минус x Вот оно x окно сопратилось p квадрат сопратилось И писатель знак Минус Появилось Вот Что получается Теперь Что я делаю? Вот этот член Благополучно сокращу с этим членом Вот с этим членом Все Замечательно p квадратный теперь посокращаю p квадратный посокращаю двойки посокращаю И Значит Все Вроде бы Ну И Аккурю и сокращу И Сокращу И Это получу Значит Значит Что же я получу? Вместо всего этого Давайте я сравню на спешку Что я получу? Во-первых, получу единица на x И И Оу Что такое? А Вот здесь у меня x квадрат Давайте я вот перейду к общему знаменателю Что в общей знаменателе? Это x квадрат и единица минус x Правильно? А там он сокращается q квадрат А? А? Ну А Ну Замечательно Давайте q квадрат Давайте Давайте q квадрат q квадрат здесь стоит q квадрат x делить на x квадрат Вот так Ну Хорошо Правильно В таком числе квадрат единица минус x Значит единица минус x Что такое? А знак а знак а знак а знак здесь плюс знак да здесь да плюс Значит 2 на единице минус x плюс x квадрат Значит утерпендикулярное квадрат утерпендикулярное квадратное здесь умножается 2 минус 2x плюс x квадрат и плюс r квадрат ну как сейчас помню на x четвертый ну давайте проверим Скульпендикулярное квадратное правило мы договорились 2 на единице минус x это при единице общего не знаю как и умножить и плюс x квадрат это от этого члена так все убираем оставим столько членов с n в квадрате с n в квадрате и только надо умножить все это на x квадрат вот эту вот скобочку взять x квадрат и значит ах единице минус x и сколько получаем? m квадрат тоже получаем да правильно здесь получаем единице минус x это у нас мы его выделили что же получается единице минус x квадрат плюс единице единице минус x квадрат плюс единице что ли и минус боль на ну единице минус x dues на единицу минус x 2 на единице минус x ну конечно значит Остается только квадратичный по х в четвертый. Все страницы обращаются. Да и если же нам это х в квадрат, то вот такой же квадрат в четвертый. Все правильно. Вот такое число электронов в фатуре. Вот чему оно равно. Вот чему оно равно. Значит, надо сказать, что, вообще-то говоря, удержание вот этих членов абсолютно законно. Если мы работаем при малых куберперпендикулянтах. Когда малые куберперпендикулянты? Порядка. М по удержанию этого членов. Не только законно, оно нужно удерживать. Нужно эту члену удерживать. Другое дело, что когда мы сможем работать с куберперпендикулянтами маленькими? Только тогда иногда мы фиксируем вот эту вот частицу, вот эту частицу. Потому что, ну, эта-то частица, она промежуточная. Мы ее, конечно, не можем фиксировать. Но, перпендикулярный импульс этой частицы, он равен перпендикулярному импульсу этой частицы. Так что мы можем эту частицу фиксировать и фиксировать какой перпендикулярный импульс. Поэтому, когда перпендикулярный импульс маленький, порядка массы, то удержание этого члена законно и нужно. Но, если мы эту частицу не фиксируем, как обычно и происходят, как обычно и происходят, ну, например, эта частица рассеянный электрон. А мы смотрим какой-то процесс, вот такой процесс, значит, сталкиваемся у нас электрон с позитроном. Электрон излучает фотон, который дальше взаимодействует, а сам пролетает, куда пролетает? В трубу опять же летит. И если мы не имеем там специальный, не имеем, если у нас детектор не магнитный, то он вылетает, и мы его вообще не видим. Ну, то есть зачастую эта частица вообще не детектируется. И детектируются только вот конечные какие-то частицы. А эти и сечения, значит, нас интересуют. Интегральное по перпендикулярному сечению интересует нас, да? Интегральное сечение. То есть мы должны проводить интегрирование по перпендикулярному. Интегрирование. А когда проводим интегрирование, то что же мы видим? Какая область перпендикулярных импульсов нам существенно в этом интегрирует? Мы видим, что начинается... Понятно, что когда перпендикулярная меньше, чем mx, то эта область дается фазовым объемом. Здесь стоит куперпендикулярная в квадрате, а здесь стоит m2x2. Если куперпендикулярная меньше, чем mx, то, конечно, эта область не дает вклад. Маленький вклад дает. Большой вклад дает, когда перпендикулярная как раз большой вклад, а логарифмически большой вклад дает в область, когда куперпендикулярная нелегко по сравнению с mx. Не легко по сравнению с X, но мало по сравнению с виртуальностью и поперечными инфекциями жесткого процесса. Для каждого жесткого процесса, для одного и того же процесса, но в разных климатических областях и конечных частиц, существенные поперечные инфекции разные. И сказать это в общем виде нельзя, еще раз повторяю, истина всегда конкретная. Значит, вы можете написать в интегральном мире, если мы проводим интегрирование, то у нас после интегрирования вы можете ввести речину dNγε , которая будет равна интегралу по кругу кутер-пендикулярному. И это будет α на 2π. 1π сделает за счет азимутального интегрирования. Ну то есть вот этот d2 кубер-пендикулярный, проинтегрированный поазм, то это есть π d кубер-пендикулярного в квадрате. И по пубер-пендикулярному в квадрате, в области, когда пубер-пендикулярная больше, чем mx и меньше, от области вот этой пубер-пендикулярного нелико по сравнению с mx, не мало по сравнению с характерной виртуальности, мы получаем логарифм. Сусловно получаем логарифм, потому что отток от пендикулярного сопрощается в цирке. И получаем, значит, здесь получаем dx на x, а здесь получаем 2, ну или α на π, а здесь напишем так, не меняется минус x квадрат пополам, да? Вот так вот, а здесь получаем логарифм, знаменатель m квадрат x квадрат, а здесь нега μ квадрат, это характерная виртуальность, характерная жесткость процесса, в котором мы рассматриваем. Эффективное обрезание. Ясно, что у нас, мы же здесь пренебрегли вот этим пубер-пендикулярным, да? Пенебрегли. Но это пренебрежение до каких-то пор работает, до тех пор, пока перпендикулярное балло по сравнению с характерными поперечными импульсами жесткого процесса. А потом сечение начинает резаться, естественно, и интегрирование, логарифм у нас набирается только в области, когда губер-пендикулярное балло по сравнению с μ егем. Я говорю, что назвать этот нюх для всех процессов нерасточно, ну вот, значит, как-то мы его обозначили, а дальше уже надо рассматривать в каждом процессе, представлять для каждого процесса своем и уме. Вот получается такое сечение. Значит, вот. Надо сказать, что вот здесь стоят иксы. Конечно, икс меньше единицы, да? Икс меньше единицы. Но, в принципе, удержание этого икса, оно вполне законно и даже нужно. Бывают процессы, когда существенные иксы порядка единицы, поэтому удержание этих иксов нужно. Ну, надо сказать, что вот в первоначальном варианте метода эквивалентных потоков, в первоначальном варианте, который был, который называется еще методом Вайцекера Вильямса, да, и приближение Вайцекера Вильямса. Там этих членов нет, и даже вот книжки Елисетского и Лиша Цепинаевского нет этих членов. Ну, это означает только на то, что книжки, все книжки устаревают, да? Конечно, эти члены сейчас... Дело в том, что в той портозной картине, которая развивается как вкладовая хромагетами, конечно, эти члены важны, нужны, и они по всему месту удерживаются. Вот так. Это вы должны иметь в виду. Значит, что еще? Вот это мы получили число фотонов в электроне, да? А теперь число электронов в электроне мы договорились. Как это учить из этого? А число... А число... Что нам еще осталось? Ну, ладно, выпишу. А, ладно. Осталось еще нам ДНЕ. Число электронов... Число электронов в фотоне. Я говорил, что это... Что можно получить... Как получить можно? Чем? Воспользоваться? Воспользоваться. Правильно. Вот вы подумайте, как воспользоваться кроссингом. А я напишу ответ, да? Чтобы мне не... Так. Ответ я напишу в таком виде. Альфа делится... Запит. Запит. Ну, ладно. Запит в квадрате. Альфа. И на 2 напишу. Ладно. Ладно. И на 2 пи в квадрате. Здесь стоит напишу dx. А здесь d2 куберферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферферф М квадрат? x квадрат, что ли? Конечно, не полно. Значит, ну как кроссингом получать? Что значит кроссинг? Ладно, это вам будет задача в задании, да? Для того, чтобы спрашивать вас в задании, вот как кроссингом получать? При приеме задания, я думаю, Алексей Викторович будет вас спрашивать. А я все-таки выпишу ответ, да и все. Ну да, так. Да, да, все правильно. Ну, естественно, конечно, в квадрате. В квадрате. Да, в квадрате. Конечно, в квадрате. Все правильно. Все правильно. В квадрате. Правильно. боюсь, что... боюсь, что наврал я обнаружил, что у меня нет у меня шпаргалки ну тут есть некоторые тонкости, как это получать вот я боюсь, что здесь есть что-то вроде х в квадрате, но я не уверен значит, есть некоторые тонкости, как получать во-первых, одна тонкость связана с тем, что... видите, все-таки это выражение содержит во-первых, одно идет от матриксного элемента, одна часть идет от матриксного элемента, а другая часть от фазового объема в фазовом объеме, конечно, кроссинг не надо делать отдельно рассматривать а вот, что касается фазового матриксного элемента, то здесь кроссинг это что означает? мы, значит, меняем... видите, вот у нас П было начальным... начальным импульсом а теперь К будет начальным импульсом это же импульс потона, он будет начальным импульсом значит, что это такое? это значит, х надо заменить на 1 на х и купить пеликулярную купишь пеликулярную на х вот если такое делаем, делаем замену х на х на х ну, правильно, здесь м квадрат правильно м квадрат без всяких без всяких яких да? правильно да ладно ладно все а симметрия относится к х на х это симметрия относится к х на х это симметрия относится к х на х на х электронному х понятно дело ладно вот теперь что же еще хотелось бы рассказать уж сразу вот эти формулы они позволяют рассматривать какие сечения ну, например сечение тормозной излучения там можно получить св тормозного излучения с помощью метода квадратных фотонов можно получить сечение рождения пары с помощью метода квази-реальных фото вот сечение Что это такое? Это у нас вот такой процесс. Здесь пара рождается. Вот здесь такая биограмма для фоторождения. Процесс Бёта-Гаркера. Этот, то есть её можно так перерисовать. Вот у нас летел электрон, он излучил фотон, и этот фотон, взаимодействовал с этим фотоном, родил пару. Это жёсткий процесс, да? Ну, жёсткий. В каком смысле жёсткий? Ну, характерные импульсы, характерные виртуальности для вот этого процесса, они, во всяком случае, порядка массы, никак не меньше массы, да? А характерные виртуальности вот для этого процесса, это ведь, они могут быть много, вот характерный перпендикулярный импульс, он может быть много меньше, чем масса. Это М на Х, да? А Х может быть маленькая, в этом процессе как раз Х маленькая. Вот такой процесс может исследоваться. Тормозное излучение, повторяю, может исследоваться с помощью метода квазимиальных фотонов, эквивалентных фотонов. Ну, вообще, на самом деле, два процесса можно исследовать с помощью вот этих приближенных методов. И они, во всяком случае, дают главную часть сечения, главную часть сечения, наибольшую часть сечения. То есть эти же методы, они работают в самых важных пневматических областях. Вы понимаете, что чем больше, мы говорим, что вот большие пространственные временные интервалы важны, должны быть важны для применимости этих методов. Но большие пространственные временные интервалы означают большие сечения. Вот как раз эти методы, применимые в той кинематической области, в тех кинематических областях, которые дают наибольшую шклад изечений. И поэтому они так важны. Ну, я хотел бы еще сразу закончить с этими приближенными методами, рассмотрев еще двойное приближение эквивалентных фотонов, которое весьма и весьма важно на встречных пучках. И, в общем-то, когда-то специально был пострадок для исследования этих процессов, так называемых, двухфотонных процессов. Если мы смотрим, если смотрим процессы на встречных электронных или электрон-позитронных, неважно, то считаем, что вот здесь такого типа процесса, двухфотонные процессы, да, вот такого типа процесса. Когда здесь все, что можно. Здесь могут рождаться резонансы адронные, могут рождаться электрон-позитронные пары. Первый процесс, который был, который был, какого типа, который был исследован на встречных пучках, это вот рождение электрон-позитронной пары на большие углы. Вот здесь видно, что и здесь не этот фотон может быть, и этот. Этот фотон может излучаться вдоль этого электрона, а этот вдоль электрона. И тогда мы по обоим этим фотонам можем проводить приближение эквивалентных фотонов и использоваться вот такой формулой. То есть,...пользоваться формула это такой формулой, что...Сечение ...Д это есть .... ....ДFγE вот X1 Q1 кВ2 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 кВ2й. а здесь Дсигма галмогамма, сечение уже фото процесса, а здесь Дсигма ДЕ, сечение электропроцесса а вот, дважды, применяя эту формулу, мы получаем X1P1, X1P2-B если не церковина, то у нас электрон пристроен, или два электрона, сталкивающихся, получается в полоску сторону вот такое получаемое сечение, если мы говорим, вот здесь мы можем дифференциальное сечение смотреть, а можем уже проинтегрированное по конечным состояниям тогда, если сечение проинтегрировано по конечным состояниям, то оно зависит только уже от начального гинематического инварианта а начальник гинематического инварианта, потому что в случае чему он равен? если этот инвариант, это есть С, С, вот это вот С то этот инвариант, это X1P1, это X2P2, есть в качестве X1X2P2 вот такое выражение, если мы интересуемся полным сечением, то имеем такое выражение полного сечения да, и при этом мы можем проинтегрировать вот эти вот а что ж вы мне это раньше не сказали? а? ну хорошо хорошо, эти вот фактонные распределения мы можем проинтегрировать не только по перпендикулярному импульсу, да? я считаю, что электроны, позитрон и едва электрона конечных не регистрируются но повторяю, что то, что их вообще трудно зарегистрировать и чтобы зарегистрировать их нужно специальный детектор строить который в свое время и был построен в Язре МД-1 назывался, да? который благополучно сгорел но вот но можно проинтегрировать еще и по какого-нибудь из X, оставив только произведение X1P2, да? а? как X1 и X2P2? не понял как X1 и X2P2? ну а как? а что такое? вот эти вот инварианты это есть X1P1, да? это X2P2, да? сложились ножки, сложили, взяли в квадрат но P2P2 это 0, да? а? и это P2P0, да? конечно, мы тут резко рассматриваем и поэтому, значит, X1 и X2P2 получается, да? X1 и X2P2, да? ну вот, значит ну, вообще даже если ну, конечно, используется антиктивизм а как же? если мы говорим, скажем, о рождении адронов ну, конечно, мы используем антиктивизм так вот после интегрирования по регулярным путям мы получаем вот это выражение видите, мы получаем логарифм логарифм можно отступление сделать лимическое? да вот мы получили вот эту формулу, да? да мы получили эту формулу для электродов, правильно? ну, для частиц, а с ним одна вторая, да? да а вот на самом деле если мы смотрим, скажем, рождение электрон-позитронов или тормозное исключение или рождение пары на ядре да? на ядре на ядре то ведь тоже можно использовать метод Вайцекера-Виллинса ну, и вообще метод Вайцекера-Виллинса при приближении к электрикотонам тоже можно использовать и вообще не только на ядре а, там, на оскалярной частице, например, можем использовать метод Вайцекера-Виллинса в чем тогда будет отличие? в чем тогда будет? ну, что касается энергетического глинафика тут нет проблем конечно, все будет то же самое ну, конечно, это все будет рассматривать процесс скажем, мы смотрим процесс интересуемся сечением рождения и плюс и минус пары или плюс и минус пары или плюс и минус пары фотоном на ядре да? процесс метод Гайкера и хотим ну, вообще обычно ядро покоится, да? а мы хотим применить метод эквивалентных фотонов как это можно сделать? ну, мы говорим, что сечение-то у нас рельсийский вариант, правильно? и давайте будем рассматривать этот процесс в системе, где ядро ультра-рельсийское только там, и там, конечно, все это можно провести это рассмотрение и, да значит ну, вот, я хочу сказать но, обычное ядро считается диспином, да? со спином ноль или вообще, если мы интересуемся числом фотонов не в электроне, не в частице со спином одна-вторая, а в частице со спином ноль то что у нас изменится? а? здесь в электронах что изменится? у нас учтение, трудовые вот, для этого члена не будет а члены линейные бои сохранятся вот можете проверить тоже посоветовали а никто не спрашивает этого о задании предприятия задания вы задание состоите? да? все ставят задания? Арсана Викторовна сколько Александровна, подон сколько ставят задания задачи? нет, кто еще а почему? а? в процессе что? в процессе сдавания а, в процессе в процессе ну, ладно ну, вот я вам обращаю внимание на то, что формулы формуловых видов по-разному для частиц с разным спином но члены нулевого порядка по иксу они конечно те же самые и это естественно совершенно, правильно? потому что член нулевого порядка это те что такое икс? это отношение это это отношение энергии фотона к энергии испускающей частиц если это отношение мало то есть фотоны почти классические а классические частицы излучаются классические фотоны излучаются независимо от спина да? спин он играет только спин важный только при излучении жестких фотонов и поэтому но и даже линейные члены они тоже одинаковые для частицы спины нулевого и частицы вот этот факт в принципе его можно понять ежели еще то есть члены львого порядка по икс это конечно очевидный факт члены линейные по икс то что они одинаковые этот факт менее тривиальный но его тоже можно понять ежели так пораскинуть мозгами вот посоветую пораскинуть так кто же еще? ага значит вот мы можно провести интегрирование не только по по петлиникулярным ну здесь вот оно проведено но можно провести интегрирование еще и по произведению иксов да и мы тогда получим приходим вот к такой формуле иксов она в некотором вроде интерполяционная формула да в каком смысле она интерполяционная вот в каком смысле ну во-первых здесь вот это вот вот это неэффективно да оно может зависеть от иксов тоже да мы пренебрегаем этой зависимостью это раз во-вторых здесь при интегрировании получаются разные члены разные члены значит которые если мы вот введем величину введем вот такую величину z что ли как мы ее обозначим обозначим вот обозначим величину z равно s гамма 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 или с то есть это есть просто х1х2 как видно из этой формулы да х1х2 произведение мы берем интеграл по 1 и у нас область интегрирования вот такая по x по и с конечно от 0 до 1 вот здесь x1 вот x2 а если у нас фиксировано произведение x1х2 то это мы вот здесь вот фиксированное произведение то есть мы интегрирование должны вести ну скажем по x1 мы ведем интегрирование тогда мы должны интегрировать здесь стоит вот это если обозначить x1х2 z то это здесь от z делить на x1 до 1 да от z делить да вот здесь произведение x1х2 равно z да да то есть x2 равно единица то есть от z до единицы мы ведем интегрирование так ну и что же в результате интегрирование получаем вот я напишу интеграл интеграл равно интеграл ну и еще здесь ровно не полностью проводим интегрирование при фиксированном z вот здесь у нас стоит dx 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 x1 x2 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 x3 0 x2 x2 0 x2 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 z делить на z а здесь стоит f от z z повторяем вот это вот что такое s гамма гамма делить на s s гамма гамма делить на s то есть это распределение по инвариантной массе это распределение по инвариантной массе вот этой вот системы рождающейся f от z а здесь стоит такая скобочка логарифм в квадрате s делить на 4m в квадрате минус одна треть а здесь стоит логарифм в квадрате s ну единица на z z конечно меняется от 0 до единицы инвариантная масса вот этой системы рождающейся она меняется конечно не от пулянта а от парового значения от парового значения то есть от минимальной массы вот этой вот системы s гамма гамма меняется да ну вот здесь получается такое выражение правда вот здесь я говорю по честному то вот f от z я говорю по честному вот это вот не совсем правильная факторизация на самом деле вот эта функция она выделяется только полностью выделяется только перед этим логарифмом а перед этим логарифмом только часть которой пропорциональна единице на z она правильно выделяется остальная часть просто руками выделена то есть я говорю еще эта формула несколько искусственна такая интерполяционная формула почему она так написана потому что на самом деле нежели мы интересуемся процессами ну такими рождениями например адронов да то какой у нас самый большой логарифм конечно этот логарифм большой здесь входит электронная масса она очень маленькая по сравнению с адронной массой да? максимальный логарифм вот этот логарифм аргумент вот этого логарифма максимальный какой? это s деленное на эмариантную массу рождающуюся в адронной системе ну а какая минимальная масса? это вообще-то масса адрона это масса и бизона минимальная, да? адронная поэтому здесь ну я не знаю s делить на 4π в квадрате а здесь s на в квадрате на 4 и он электронной массы конечно этот логарифм наиболее важен но если мы интересуемся асимпотикой сечения при больших s то это все тоже надо удерживать потому что вот смотрите полное сечение оно трижды логарифмично правда здесь еще стоит сигма гамма гамма сигма гамма гамма стоит конечно от z на s z на s полное сечение если оно трижды логарифмично поведение полного сечения лучше так сказать поведение полного сечения с энергией зависит конечно от того как это сечение ведет себя как это сечение зависит от соответствующей а как это сечение зависит от инвариантной массы? ну если мы берем простейшее сечение, скажем, когда гамма-гамма переходит в мю плюс, мю минус как видеть от себя сечение? оно падает с энергии, правильно? если мы смотрим, ну так скажем, в электринальность сколько? в электринальнике, вот сечение, оно падает с энергии, потому что нет пополненных делений в этой канале, да? в электринальнике но вообще-то говоря, в высоких порядках, в электринальнике, есть и такие сечения, которые не падают с энергии какие это сечения? что это за сечения? это вот такие сечения вот сечение рождение двух пар здесь уже есть пакон, один пакон в Т-канале, видите? это сечение уже с энергией не падает, да? правда я все вам это говорю, еще не выписав f от z а хотелось бы все-таки, вообще-то для полного понимания надо это f от z выписать так вот я его все-таки вытяжу, вот чему оно равно оно равно, ну оно равно, единица, да? ну ладно, оно же так, единица плюс z пополаму по задней, логарифм, логарифм, логарифм единица на z минус одна вторая, единица минус z на 3 плюс z ну, видите, в общем, довольно-таки противное выражение такое противное, ничем мало что говорящие что мы можем сказать? вот этот свет с единицей, он абсолютно понятен абсолютно понятен ну вот оно, как вы получили там z на z, так вот оно и осталось а все остальное, при интегрировании по x еще один логарифм появился видите, он абсолютно понятен еще появился логарифм то есть вот сечения здесь, здесь здесь, в этом сечении уже три логарифма сидят три логарифма сидят, да? два логарифма, это вот, вот, коллинеарная логарифма от интегрирования по перпендикулярному, вот они здесь сидят и один логарифм от интегрирования по продольным импульсам по быстроте, по быстроте вот у нас рождается система, я еще раз вам повторяю Два логарифма, это вот в Айдзегировских, которые по перпендикулярным импульсам получились. А еще у нас, ну у нас родилась система, но эта система, если у нее инвариантная масса фиксирована, у нас пока инвариантная масса фиксирована, то, но инвариантная масса небольшая, малая по сравнению с S, ускорение с S, то эта инвариантная масса может еще двигаться вдоль направления кучков, да, туда или сюда, может покоиться, может двигаться сюда, может двигаться сюда, и, то есть у нее может быть разная, говорят, быстрота, быстрота разная. И при интегрировании богострота получается еще один логарифм. Вот логарифм вот здесь, это вот логарифм от интегрирования богострота. Это пробойный логарифм, то есть или логарифм от интегрирования богострота. Ну а это уже остальное, это там, виталии, нюансы, которые объяснить. Понимаете, этот точек можно сразу запускать, а это для того, чтобы вычесть, нужно интегрирование проводить, никуда не денешься. Вот. Ну теперь, вот есть три логарифма уже в этом деференциальном сечении. Дальше, в зависимости от поведения вот этого сечения, фотопроцессора, у нас поведение уже полного сечения, проинтегрированного по всем переменам, оно разное. Если это сечение падает, падает с инвариантной массой, да, это сечение, падает с инвариантной массой, то интеграл позет садится на нижний предел. Инвариантная масса маленькая, ну, вблизи порога, ну не то, что вблизи около порога, ну порядка пороговой массы, порядка пороговой массы, инвариантная масса. И сечение прежде логарифмическое. Это происходит для таких обычных электроиномических процессов, как рождение пар с патроном. Но ежели эти высокие порядки, то возможны случаи, когда сечение вот этого процесса не падает с инвалидной массой. Я вот привел пример рождение двух пар электрон-пэздронных и электрон-неонных пар. И тогда интеграл по Z это сечение ведет себя, оно уже слабо зависит от Z, оно не падает с энергией-то, то есть от инвалидной массы слабо зависит. Тогда интеграл по Z еще даст нам логарифм еще. И сечение станет четырестнадцать. И вот это в нежнекое время рождение адрона, только в раз в этот случай не реализуется, потому что, я повторяю, что даже в квантовой электродинамике он может быть реализован, но в высоких порядках по константе связи. А если мы говорим о хромодинамике, то там константы связи. Может быть константы связи сильного взаимодействия, да? Здесь может рождаться, скажем, кваркантиквартовая пара, а здесь она обменялась гриотчиком, да? Ввелась еще одна кваркантиквартовая пара. Или двумя гриотчиками, чтобы они были развязаны. Это могла быть бесцветная пара, и это могла быть бесцветная пара, чтобы подсвет их развязать. Поскольку это взаимодействие сильное, то один гриотчик, два гриотчика, это наплевать, да? Все равно константы связи велика. И сечение, вот это сечение, если мы говорим о гамма-гамма-водроны, то это сечение слабо зависит от инвариантной массы, и как раз реализуется тот вариант, только полное сечение содержит четыре логарифта. Два гриотчика по камняму, и один по быстроте, и один по бурятной массе. Вот такие вот гриотчика. Да. Что еще сказать вам? Много еще можно было сказать, но я вас позаберю. Да. Вопросы есть? А? Что-то вы недовольны сидите, а? Чем недовольны? Довольны? Ну ладно. Ладно. Все. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...